Султан Амана сверх отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну политика мир. Полночь одна. 17 января 2020 года арабский чудотворец Султан Амана сверх отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну. Кабуз бен Саид Аль Саид фото, AP. Кабуз бен Саид Аль Саид был султаном Амана без малого 50 лет вплоть до своей смерти 10 января. Он взошел на престол на британских штыках, сместив собственного отца в результате дворцового переворота. Но молодой правитель, придя к власти, не почивал на лаврах, окружая себя роскошью, как многие султаны. Его правление буквально преобразило страну, которая стала одним из образцов просвещенной монархии. Лента.ру вспомнила, как Кабуз так кратко именуют его в арабском мире превратил феодальный рабовладельческий Аман, недавнюю колонию, в самое стабильное государство арабского мира, которое сравнивают с Сингапуром и Норвегией. Просоветские повстанцы пахнут ладаном. На престол Кабуз взошел в 1970 году. Достался он ему по сути благодаря просоветским повстанцам, действовавшим в самой западной области Амана да Феарри. Да Фар еще 3000 лет назад был известен как регион, где производятся лучшие сорта ладана. В горах, отделяющих Индийский океан от пустыни Рубль-Эль-Хали, произрастают ладанные деревья корявые, будто вырванные из почвы и посаженные вверх корнями. Их смола была одним из основных товаров, которые аманские купцы продавали на западном побережье Африки, в Персии и Индии. В местах активной торговли появлялись торговые колонии, которые затем превратились в области Единой Аманской империи. На пике своего могущества она даже перенесла столицу в свою колонию на острове Занзибар. К тому времени под боком у него уже появился и реформировался просоветский Южный Йемен, официально именовавшийся Народно-демократической республикой. Он превратился в опорную базу для повстанцев из соседнего Дафара, которые создали фронт освобождения Дафара, вследствие его переименовали в Народный фронт освобождения оккупированного Арабского залива. Дафарцы принадлежали к самым бедным и необразованным слоям общества. Здесь стоит пояснить, что многие из них этнически отличаются от арабов из других областей Амана, а не потомки смешанных арабско-африканских браков или африканских рабов. Им приходилось ездить на заработки в соседнее государство. За границей Дафарцы, общавшиеся с арабами из стран, уже избавившихся от колониальной зависимости, принялись за организацию своего Народного освободительного движения. В 1965-м в Дафаре началось антимонархическое восстание. В первые годы, несмотря поддержку войск султана Саида Бентаймура Аль Саида британской авиацией, ситуация складывалась для повстанцев весьма успешно. Они взяли под свой контроль ряд населенных пунктов в горах и на побережье Индийского океана и осадили крупнейший город Дафарасалалу, где располагалась резиденция султана. По слухам, которые официальная аманская историография, разумеется, не подтверждает, Саид Бентаймур впал от неудач в депрессию, курил много опиума, а управление делами доверил британским советникам. Те, в свою очередь, решили, что пора менять правителя. Последней каплей для них стало дерзкое нападение повстанцев на колонну правительственных сил, которая двигалась со стороны маската на помощь гарнизону в Салале. У действующего султана был лишь один сын Кабус, родившийся в ноябре 1940 года. Он получил образование в Королевской военной академии в Санкт-Херсти и прослужил два года в сухопутных войсках Великобритании. Кабус согласился возглавить заговор. Переворот произошел 23 июля 1970 года в дворце. Без жертв и почти бесшумно, султан пытался стрелять в пришедших с сыном заговорщиков, но в итоге ранил себя. Был ли тому виной опиум, сказать невозможно. Свергнутого монарха не убили и не посадили в тюрьму, а отправили в Лондон, в почетную ссылку и под надзор врачей. Умер он через два года после произошедшего. Первоначально бывшего султана захоронили в графстве Сурей, однако позже все таки переправили на родину. Править, но не шиковать. Основной задачей Кабуса после прихода к власти был разгром дофарских повстанцев. Они к тому времени создали в горах свои свободные зоны и обучали население основам марксизма-ленинизма. Среди прочего просоветские дофарцы упразднили власть местных вождей, шейхов. При этом некоторых из них казнили, что по местным меркам было сопоставимо с настоящей революцией. Даже в соседнем Емине новые социалистические власти не решались на радикальные действия против шейхов и предпочитали насилию переговоры. Форт в Мирбате фото 1-2 серьезное поражение, которое изменило весь ход войны, повстанцам удалось нанести через два года после переворота. Произошло это 19 июля 1972 года, когда уверенные в своих силах дофарцы напали на небольшой форт в прибрежном городке Эмирбат. В нем находились 9 военнослужащих элитного британского спецназа. SAS, Special Air Service, специальное подразделение вооруженных сил Великобритании, и три десятка пакистанцев из состава британской армии. На вооружении у них были винтовки, крупнокалиберный пулемет и пушка. Нападавших же было 200-300 человек с автоматами, гранатами и минометами. Они атаковали утром и застали британцев врасплох. Но для повстанцев, которые привыкли действовать в горах, стало проблемой расположение форта. Он стоял на невысоком холме, а от гор его отделяла совершенно плоская, без какой-либо растительности долина в 2 километра. В итоге прицельная стрельба из пушки позволила британцам отбить несколько атак. После шести часов боя в небе появилась королевская авиация, и дофарцы были вынуждены отступить. В битве за Мирбат с британской стороны погибли три человека. Нападавшие же потеряли не менее половины людей. Многие были ранены. Кстати, этот бой С.А.С. считает одной из самых героических своих операций, а ту самую пушку даже перевезли из Омана в Лондонский музей королевской артиллерии. Моральный дух повстанцев был сломлен поражением, ведь их общая численность составляла не более 1,5 тысячи, а в это кинофорт участвовали самые опытные бойцы. В следующие четыре года антимонархическое движение деградировало, теряло территории, а численность его отрядов уменьшалась из-за боевых потерь и дезертиров сдавшимся власти обещали амнистию и денежное вознаграждение. Кроме того, на помощь Кабусу отправил свою армию шейф Ирана Реза Пехлеви. Британское правительство же прислало военных инженеров, которые занялись строительством школ, больниц и мостов в Дафарии, а в засушливых районах они оборудовали колодцы. Параллельно с этим Кабус приступил к реформам. Было отменено рабство, в стране появились первые средства массовой информации, началось строительство асфальтированных дорог к 1970 году в стране и их было лишь 10 километров. При этом доходы от добычи и экспорта нефти, которые обнаружили в Омане в 1964 году, в том числе поэтому британцы активно сопротивлялись повстанцам. Султан направил не в личную казну, а на социальное обеспечение населения. Мечеть султана Кабуса в городе Москатая фото. Султану власть, народу и деньги, иностранцам толерантность. Для проведения прогрессивных реформ у Кабуса было много европейских советников, главным образом британских, как и в соседних монархиях. Правда, в отличие от соседей, оманский султан не тратился на собственное возвеличивание. За почти 50 лет правления он снискал славу этакого мудреца-затворника, который обожает классическую европейскую музыку, иногда музицирует на людние органи и одновременно задает нужный вектор развитию страны. Как утверждает американский публицист Роберт Каплан, в сообществе западных исследователей Кабуса сравнивают с творцом сингапургского экономического чуда. Премьер-министром Ли Куан Ю речь идет именно о сопоставимых реформах. При Кабусе экономика Омана переориентировалась на все слои общества. Были построены сотни новых школ, в 1970-м их было всего три, и медицинских учреждений, образование, в том числе и высшее, сделали бесплатным, как и медицину. По качеству дорог Оман вышел в число лучших стран. Кроме того, если совершеннолетний гражданин страны не имеет собственных средств на покупку дома, государство ему помогает. В малонаселенных районах сейчас можно видеть свежепостроенные поселки с инфраструктурой для комфортной жизни. Они предназначены для малоимущих. Дафарцы, когда с ними обсуждаешь былую войну, улыбаются и отмахиваются, мол, отцы и деды пошалили. Но, хвала Аллаху, поняли, что его величество Султан Кабус замечательный человек. Вид на маскат фото? Кристофер Пайк, Ройтез. Сейчас Дафар это еще и весьма популярный у состоятельных туристов регион. Благодаря мусонам, идущим из Западной Африки в Индию, его горные районы превращаются в самую зеленую и мягкую по климату зону для отдыха в Аравии. Туда едут арабы из соседних государств, европейцы из Дубая и даже скандинавы. По мнению норвежцев, например, Оман столь же хорошо развит, как их родину. И дело не только в инфраструктуре. Султанат – самое толерантное государство на Аравийском полуострове. В Амане мужчина в шортах не услышит никаких нареканий. Иностранки в мини-юбках не подвергаются домогательствам местных мужчин и предложениям познакомиться. Так было и в Сирии до гражданской войны. Местные женщины одеваются в соответствии с канонами ислама, но достаточно эмансипированы. Они имеют избирательные права, квоту в парламенте, учатся в университетах. Мы всегда были терпимы к другим народам и их обычаям, утверждают оманцы. По религии они ибадиты – это что-то среднее между суннитами и шиитом, поэтому они оказывались чужими и для суннитов-бедуинов, и для живущих на другой стороне заливом могущественных персов-шиитов. Как считает британский востоковед Бернард Льюис, ибадиты – самый крайний пример племенной независимости. Они отказывались признавать халифов, сами выбирали правителей имамов, а если требовалось, то свергали действующего и избирали нового. В то же время благодаря торговле они регулярно общались с далекими от ислама народами, что сформировало уважительное отношение к представителям других этносов вне зависимости от их социального происхождения. И заслуга Кабуса в том, что он культивировал в Султанате эту терпимость и взаимное уважение. В Амане 3 миллиона собственного населения и, по данным на 2015 год, 1,8 миллиона мигрантов. Большинство из них выходцы из Пакистана и Индии. Вуае индусов и пакистанцев не меньше, но местные арабы относятся к ним даже хуже, чем к людям второго сорта, и нисколько этого не скрывают. В Амане нет ничего подобного. Жители равно толерантны и к европейцам, и к азитам, и к африканцам. В отличие от АЭ, они совершенно не брезгуют работать с мигрантами из Индии или Пакистана на равных должностях, например, водителями или продавцами. Правда, зарплата у Аманца будет на порядок выше, чем у мигранта, но таковы нюансы государственной политики. Гуманный нейтралитет. Во внешней политике Кабус старался подружиться со всеми державами, имеющими влияние в арабском мире. Он стремился к роли этакого постоянного посредника. Например, единственным из арабских лидеров признал в 1979 году мирный договор между Египтом и Израилем. Надо понимать, что на тот момент действия египтян воспринимались в арабском мире как предательство. Заключение соглашения с Израилем означало признание его существования, а не оккупацию сионистами арабской Палестины. А в 1994 Кабус первым из аравийских монархов принял премьер-министра Израиля в Маскате. Кабус бен Саид и король Марокко Хасан. 2. В Рабате, октябрь 1974 года фото. Джин Джак Лави, AP. В 2013-2014 годах на Оманской территории США проводили переговоры с иранцами об их ядерной программе. Затем, в марте 2015 года, Оман отказался вступать в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию и участвовать в наступлении на позиции повстанцев-хуситов, захвативших власть в большей части имена. В итоге в Маскате проводились переговоры между хуситами и международно признанными властями имена. А когда на именском острове Сокотра возникла угроза голода из-за прекращения снабжения с материка, Оман регулярно поставлял гуманитарную помощь на остров собственной авиацией. Из-за этого конфликта Оман принял много именских беженцев. По привычке ожидаешь, что они живут неподалеку от границы в типичных палаточных лагерях, окруженных заборами с колючей проволокой, где дети бегают в пыли, а женщины просят подаяния. Ничего подобного, именские беженцы расселяются в поселках и городах, находят работу, снимают жилье и помогают своим семьям, оставшимся на родине. Их присутствие совершенно не влияет на криминогенную обстановку. Здесь также надо заметить, что Оман вообще одна из самых безопасных стран в мире. Этому не мешает ни обилие мигрантов, ни затянувшиеся в соседнем Емени война. Кабуз бен Саид на заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, декабрь 2019 года. Фото. Ройтез. За всю свою жизнь покойный султан был женат однажды и всего три года с 1976 по 1979. Официальных наследников он не имел и за время правления не назвал человека, который должен стать его преемником. Новым султаном местная элита выбрала министра культуры и национального наследия Хайсама бен Тарека Аль Саида, который является представителем той же династии, что и Кабуз. Назначение стало неожиданностью для оманьцев, многие из которых предполагали, что преемником будет 65-летний заместитель премьер-министра Саад бен Тарик. Он был специальным представителем Кабуса, совершал визиты за границу и выступал от имени султана. Оман, несмотря на реформы, которые вывели его в число самых передовых стран, все таки остается восточным государством, поэтому интриги по-прежнему являются неотъемлемой частью его внутренней политики. Александр Рыбин